Олег Хромов Олег Владимирович, здравствуйте Спасибо вам большое, что вы согласились с нами встретиться Ну и сразу первый вопрос Уже в Ленинском районе появились любимые места? Да, я действительно влюбился в Ленинский район с первого взгляда Могу сказать, что у нас самым первым объектом, достопримечательностью Который радует не только наших горожан и жителей Ленинского района Но и всей страны, я замечу, является наш районный центр, город Видное Я раскрою тайну о том, что в этом городе снимается огромное количество фильмов И много-много различных киностудий, в том числе и частных Используют его для съемок фильмов Например, про Германию, про Прибалтику И об этом говорит та застройка, которая у нас присутствует в старой части города Так может, тогда мы пройдемся по одной из красивых улиц города Видное? С удовольствием Пойдемте Олег Владимирович, я очень обратила внимание, что на улицах много детей А вы, когда были маленьким мальчиком, вы о чем мечтали? Ой, я мечтал быть врачом И вы знаете, очень-очень долго И моя мама думала о том, что действительно верно из меня получится хороший врач Я увлекался химией, выигрывал даже олимпиады Одна была всемонгольская олимпиада среди российских и монгольских школ Что, может быть, сегодня покажется достаточно необычно Но и биологией очень увлекался А вы вообще родов откуда? Я родился в Чите И в моей ситуации это неудивительно Так как сын военнослужащего мог родиться в любом уголке нашей огромной страны Советский Союз в то время И вот волею судеб помотались по гарнизонам Жили в Монголии И последним местом уже службы моего отца был как раз Московский регион Где в славном городе Домодедово нам и предоставили квартиру в военном доме Все очень банально, просто Вы один в семье? Один Тогда каким вы были мальчиком балованным? Вы знаете... Можно сказать, как я к чему все это веду-то? Вот в большинстве случаев люди думают о том, что В руководители или в какие-то серьезные люди Выходят те, кто в детстве были либо ботаниками Либо такими вот широкими, смелыми, открытыми Иногда которых называли хулиганами А вы? Я был разный И если говорить по правде Учился я всегда очень хорошо Забиякой не был Поведением отличался вполне хорошим Хотя сын мне сегодня задает вопросы Папа, а ты когда-нибудь дрался? Я ему честно говорю Да, дрался Но больше, наверное, защищался Ведь мы были мальчишками И особо не понимали, что творим Это абсолютно нормально в нашей жизни Был очень активным всегда Был председателем Совета Дружины Последний год Свой школьный год, уже заканчивая школу в Домодедово Стал секретарем комсомольской организации Но и одновременно закончив школу И комсомол, как и коммунистическая партия Прекратили свое существование Распался Советский Союз То есть управленческие гены, можно так назвать Они прямо у вас со школьной скамьи начали развиваться Определенная общественная активность Мне всегда было интересно заниматься проектами Которые выходят за пределы обычной учебы Школы, двора Быть каким-то инициатором В детстве, живя в Монголии, в военном городке Я руководил кукольным театром, ансамблем народных инструментов Потому что я закончил музыкальную школу по классу аккордеона А сейчас берете аккордеон в руки? Иногда, на досуге Нет, к сожалению, уже я, наверное, утерял этот навык Потому что сам инструмент мы продали, переезжая в Советский Союз из Монголии Везти его в багаже было невозможно Ну и он там нужнее тем, кто дальше продолжал учебу Поэтому все-таки на музыкальных инструментах уже не играю Хотя дома есть фортепиан, на котором училась моя супруга И немножко занимается сыном Олег Владимирович, ну вот мы с вами в начале встречи говорили о том Что Ленинский район, видный, это любовь с первого взгляда Она, ну вы еще не так давно, месяц прошел уже 25 января был ровно месяц Тогда можешь поздравить с первой юбилей Я к чему это хочу сказать? Любовь, она увеличивается? Или уже как вот в семье начинается такое привыкание? Чувство долга определенного? Любовь это как бы эмоции Вот я к чему Вы правы Но все-таки я сказал бы, что она усиливается Когда ты знакомишься все больше и больше с территорией Тем, если говорить простым человеческим языком Любовь к Ленинскому району все больше и больше Но вы правильно заметили о том, что все-таки это эмоции И уже некий эмоциональный накал прошел И сегодня приходится заниматься реальными прикладными задачами А все-таки такая вещь, как благоустройство, дороги, парки Это и есть самая-самая главная задача органов местного самоуправления И никто меня не убедит в обратном Мы не должны заниматься политикой Мы должны чистить, убирать, стирать То есть мы такой банопрачечный комбинат Который должен показывать о том, что мы это умеем И вот наша, наверное, основная задача И то, что нам необходимо сделать А здесь все-таки у нас это присутствует Ну, наверное, наладить некие инструменты Это вот обеспечить нормальное функционирование всех этих служб Чтобы у нас было очень комфортно И мы гордились своими населенными пунктами Олег Владимирович, ну это правда красиво Смотрите, прям и улица сказочная, и погона сегодня соответствует Но я не могу не задать вам вопрос О самых главных перспективах, которые вы наметили уже в своей работе Я уже неоднократно говорил И если говорить все-таки о такой глобальной перспективе Моей основной задачей является сделать район бездотационным К сожалению, мы попали в такую некую зависимость В том числе от вышестоящего бюджета Но эта задача не сама по себе Она не в цифрах выражается Она выражается в том, что создание новых субъектов экономики Которые требуются нашему району А все-таки мы обладаем в основном именно логистикой, торговлей, услугами Наверное, эти отрасли нам и необходимо развивать У нас к этому есть все предпосылки И самое главное, у нас в настоящее время строятся новые объекты Которые позволят жителям района получить новые рабочие места А самое главное, это низкий уровень безработицы Это хорошая занятость И, конечно, следующий показатель Это уже средняя заработная плата А она у нас неплохая 51 тысяча Мы четвертые в области Олег Владимирович, спасибо вам большое За эту интересную встречу Я надеюсь, что она не будет последней И я думаю, не ошибусь, что у всех жителей Ленского района Мы пожелаем вам удачи Спасибо большое Спасибо Спасибо